Рустал, мы сейчас находимся с тобой в Дагестане. Отсюда постоянно выходят успешные бойцы, да и борцы. В чем сила, можешь рассказать, вот этой республике? Да, сила в том, что здесь все любят спорт. И с раннего детства каждый родитель думает, куда бы отдать сына, какой бы зал. И многие советуются, спрашивают даже у меня, куда можно отдать, куда посоветуешь сначала, даже ему там 3-4 годик, откуда начинать. Ну, я думаю, плавание, гимнастика, для начала, для ребенка это хорошо. И потом уже там, кто на борьбу, кто на бокс. Короче, все заняты спортом, это как в крови уже у людей. А как бы тебя не беспокоит, что прямо все заняты спортом? Что если в Дагестане, то борьба сразу? Да, мы, знаешь, как привыкшие к этому уже. Поэтому как-то это все привычно. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и в других сферах, там, не только в спорте, каких-то, я не знаю, там, и научных, и больше об учебе, там, думали дети. Насчет твоих сборов хотелось бы узнать, у тебя сборы были в Таиланде? Да. И почему именно, вот, выбыл на Таиланде? Да, у меня сборы были в Таиланде. Поехал туда. Вот те стереотипы, которые вот о Таиланде известны, да, не будете их озвучивать, просто не мешали тебе туда поехать? Да, я много чего слышал, конечно, нехорошего про Таиланд, но я и не думал никогда, что я туда поеду, я вообще не хотел туда ехать. В последний раз вот за Бит, за Элем, они там, ребята там, все команды поехали, и они мне говорят, тебе подойдет, это твое, Таиланд, вот, тренировки все-таки подойдет, ты должен туда поехать, вот, посмотреть. Я решил туда стыдать на две недели, попробовать, посмотреть, как все будет. Не хотел так сразу, там, на месяц ехать. Рустал, давай перейдем к бою с Хандошко. Ты в Инстаграм публиковал пост, где-то написал, что... Ну, ты дал понять, что ты не хотел этого боя, а он его принял. Как все поняли, что, видимо, так и было, на самом деле. Расскажи подробно об этой ситуации. Да, именно так это было, потому что... Когда мне предложили первый раз бой, это соперник был Кунченко, и мне сказали, что якобы он хочет со мной драться. Я спросил, а смысл этого боя драться с российским бойцом здесь, дома, кому это интересно вообще, и что из этого выйдет. Я еще и у менеджера говорю, а мало турниров выступать вам в другом месте. Я с менеджером его разговаривал. Он говорит, вот он захотел, то все. Я говорю, если человек хочет, я буду с ним драться. И в итоге выяснилось, что ему тоже как-то так донесли, что я хочу, а я на него газую. Это обычная тема, когда хотят друг друга сказать себе, что он хочет, а ему сказать, что ты хочешь. А у него вообще, оказывается, планах не было в Москве драться, он хотел, он планировал в другом турнире чуть попозже уже выступить. Ну и естественно, он сказал, когда все узнал, что он вообще не планировал там драться. И у него какие-то, в это время у него какие-то травмы еще были. И он снялся с этого турнира, и через некоторое время мне говорят, с тобой будет Хандошко драться, Сергей Хандошко. Я говорю, как, кто его менеджер? Оказался тот же менеджер его. Все так подозрительно. Может, они увидели во мне легкие деньги, легкий бой, или же легкий пиар. А ты не увидел, наоборот, в Хандошко, что для тебя это как бы бой, который, ну, ничего тебе не даст? Я, я, естественно, видел, что... Просто поддержание формы. Я, я, естественно, видел, что этот, этот бой мне вообще ничего не даст. Потому что этот человек только один раз выступал в UFC, а я уже больше десяти раз дрался. И для меня никакой выгоды нету в этом бою. Если человек хочет со мной драться, если он изъявляет желание, я даже не посмотрю, он какой весовой категории, я скажу да. Так легко спровоцировать, я просто. Потому что, если человек хочет этого, я, пожалуйста, почему бы и нет, я, я подерусь. Это с любым человеком или с бойцом? С любым человеком. Хочешь, ты, брат? Нет. Не совсем с любым. С любым бойцом, так скажем. Ну, конечно... Расскажи, самый курьезный случай, который произошел с тобой до сбора. Один раз был, конечно, там, в Америке, когда я был, парень ко мне, я сидел в ресторане, кушал, он проходит у окна, и мы смеялись, разговаривали с друзьями. И они мне говорят, там, с Казахстана, там, ребята были со мной, и этот, такой высокий, и такой парень, такой здоровый, он мне говорит, что вы смеетесь, и он все начал горать оттуда. Просто так? Да, он подумал, что мы над ним смеемся. Этот парень, который со мной был, он смеялся, смеялся, и в окно смотрел. Я не знаю, зачем. И тот пристал. Он вообще... Как-то выделялся, нечто свет? Он, ну, черный парень... Розовые волосы такие. Не, не, не был. Черный парень был, и такой повязка на голове еще. Опасный. Опасный. Да, Альбукеке, это вообще опасное место. Штат Немексико. И что? И он зашел внутрь, я говорю, не смотрите туда. Он заходит внутрь и начинает там материться, то все. До вас? Да, вообще у него замкнуло, он какой-то неадекватный был, и... Я говорю, хорошо, пойдем. На улице? Да, вышли туда на стоянку. И я его так полностью даже не понимал, конечно. И он, может, подумал, что я испугался. Он уже начал там матом гонить деньги уже, я понимать, начал гейммани туда-сюда, такие вещи. Я такой думаю, ничего себе, я посмотрел, камеры есть, нет. Один шаг сделал, и хороший правый боковой дал. Он, бедолага, тоже лег. Это лайфхак перед тем, как ударить, смотри, здесь камеры нет. Ну да, я не хотел попасть. Рустав, можешь показать последнее сообщение в WhatsApp? Прямо сейчас. В WhatsApp? Да, если это голосовое, включите, если это сообщение, прочесть. Последнее сообщение? Голосовое? Последнее, последнее, блин, вот, кто тебе сейчас писал? Да, если это написал, ну. Давай посмотрим, что я тебе написал. Я точно не знаю, Цивакулского, да, 4, правда, и тут вот там. Все, ничего не интересного. Ладно. Спасибо, здесь есть твои сообщения, про это последнее хочешь, я прочитаю. Спасибо, я их не буду читать. Как ты относишься к такой теме, что, как бы, у нас принято, что кавказцы между собой не хотят драться. Дагестанец, дагестанец, чеченец, чеченцем. То есть, они избегают таких боев. Даже вот Магомед Исмаилов, он говорит, что он никогда не подрался бы с мусульманином. Как тебе относишься к такой теме? Я считаю, это правильно они говорят. Вот знаете почему? Если бы это была бы вольная борьба или дзюдо, проблем нет, боритесь. Но это же бои, вы же друг друга бьете, это же надо драться. Это же, считаю, что выяснение отношений, и не то, что там это спортивный какой-то интерес. То есть, тут ты должен человека ударить в лицо, повалить, там, бить его беспощадно. Поэтому, когда ты, тем более ты знаешь, что это твой, там, земляк, там, твой, там, я не знаю, там, знакомый. И лучше этого не делать со своими же земляками. Опять же, это я повторяюсь, этот вид спорта очень жесткий. Поэтому, если бы другой вид спорта был бы, это можно было бы понять. Ну, Стал, слушай, ты веришь, что вот такой теории, ну, не как теория, это как стереотип, что, допустим, возьмем Хабиба. Если бы он выиграл, то он наш. Если бы проиграл, то дагестанец. Вот такое, к сожалению, такое бывает. Бывает такое, но это неправильно. Я сам по отношению к себе я не сталкивался, потому что, вы видите, меня особо в российских даже телеканалах, там, Матч ТВ или где-то там не показывает, все такое. И мне, например, я не сталкивался с этим. Я нигде такого не видел в никаких пабликах. Но я видел, как по отношению к другим ребятам там пишут, что дагестанец проиграл. Да, вот я почему говорю, вот, насчет Матч ТВ заговорил, ничего не говорю, что они вот прям вот, как бы, относятся негативно к нашим бойцам, я имею в виду, кавказским. Но почему-то всегда бывают там вот именно вот русские бойцы с каким-то, может, отрицательным рекордом или которые вообще нет в UFC. Они пытаются их продвигать. Не обидно? Есть какая-то вот обида или тебе уйдет? Есть, и, конечно же, это чувствуется все, это видно бывает. Даже я же говорю, тех же телеканалов спортивных, когда там выставляют там всех там российских бойцов, и из них ни одно кавказца там на этих там даже рекламных этих роликах там никого не видишь. Ты же замечаешь это все, хочешь не хочешь. Бывает, конечно, чуть неприятно это все, потому что мы в одной стране живем и представляем, хочешь не хочешь, ты представляешь эту страну. И когда такое отношение, у тебя пропадает желание. Потом завтра говорят, да, о, ты там… Знал? Да, да. Рустам, как ты думаешь, какая разница между дружескими отношениями и братскими? Ну, другом ты можешь назвать тех людей, с которыми ты не каждый день бываешь, но у тебя с ними хорошие отношения. А братом ты можешь назвать того человека, который всегда найдется и в беде, и когда у тебя радость. Такие люди, они есть, братья. И вот сейчас такой провокационный чуть-чуть вопрос. А с Хабиба какие у тебя отношения? Братские. Братские, да? Да. Вот все, развеяли мифы, значит. Все. Помнишь, что было 6 ноября 2013 года? Я дебютировал? Нет. Нет, не помню. Ты побил сейчас одну из главных звезды UFC. Масфидара? Да. Вот вспоминай этот бой. Боль, я говорю, вспоминай этот бой. Что, какие кадры у тебя вырисовываются? Ничего, абсолютно опять поберечься надо будет. Обычный бой, да? Да, еще раз поберечься надо будет. Это был самый удобный соперник, который у меня встречался. Серьезно? Да. Почему? Не знаю, потому что я с такими соперниками могу работать. Я его много дергал, он перекрывался, я мог его атаковать. И я вовремя выходил после атак. И в борьбе тоже у меня получалось с ними. Этот бой, я не знаю, как по маслу пошел. Вот если бы сейчас у вас был бы реванш, исход был бы таким же, как ты думаешь? Почему бы и нет? Была бы точно рубня. Помнишь вот эту историю? Популярный видеоролик был раньше еще, где ты в Макдональдсе с друзьями сидел, встал и вылил колу на девочку. Я помню, все обсуждали, что себе позволяет, как он может. Расскажи подробнее о случае. Случай этот был в Украине, в Болтаве. Я тогда был молодой тоже. И там, естественно, они увидели там такой-то кусок, который попал в интернет. Изначально там три или четыре девочки, я сейчас точно не помню, зашли. Они громко смеялись. Просто видно было, что они не в трезвом состоянии, они были под чем-то. Там за соседними столами сидели женщины, взрослые, дети. Они все на них смотрели, в шоке, как они себя ведут. В общем, все внимание на них было. И как-то они начали провоцировать меня, смотреть мне в глаза, пугать и смеяться очень громко. Я не знаю. Эти девочки? Да, им так хорошо было, что они даже, мне кажется, не помнят, что там происходило. Может, Рустал, ты думаешь, что они так смотрели на тебя? Может, они заигрывали? Я не знаю. Что они так смотрели, ты говоришь? Со мной заигрывать нехорошо. Ну, как вы уже увидели, да. И вот что было дальше? Я этот... И потом я этот показал жест, я говорю, с ума сошла. Она мне палец показала. Естественно, я же молодой, горячий. Я вот это ей показал, она мне двумя руками показала. И уже это все начало накаляться. Ты решила сныть. Я уже решил эту точку поставить. У меня была кока-кола со льдом. Я подошел и сказал, охладись. И ушел, и все, больше ничего такого не было. Естественно, если быть посерьезнее, что об этом говорить, я бы, будь это сейчас, и много случаев бывало после этого, я бы такое не повторил, потому что не стоит на таких людей внимания обращать. Когда со мной начинает спорить, не спорить даже, когда возмущается там женщина, девушка, я просто с этого места ухожу. И если даже взрослый человек это будет, я стараюсь оттуда просто уйти и не отвечать даже. Не нужно этого делать. Это не показатель. От того, что они себя так вели. Я был тогда молодой и не сдержал эмоции. Так получилось, да. Ну, ничего, жизнь учит.